Что произошло? Была война. СССР воевал против всего цивилизованного мира. Она была не холодная война, она была горячая война, потому что воевали и танками держали страны Варшавского договора, переезжали людей и посылали самолеты, инструкторов и прочие в горячие точки. То есть воевали так или иначе с Западом. Войну проиграли позорнейшим образом. И дальше коллективный Запад в лице Америки и Европы сделал чудовищную ошибку. Вместо того, чтобы после любой нормальной войны была война, проиграли, надо подписывать договор мирный и репарации, контрибуции и его подобного. Потому что вместо репарации, контрибуции СССР накачали наоборот. Деньги, машина, еда нельзя кормить. Потому что люди неблагодарные. Вот сейчас эти совки на иностранных машинах с иностранными телефонами снимают КГБшника Путина, радуясь, что он переизбирается и хамит Западу. Понимаешь? Нельзя хамить, нельзя кормить неблагодарных хамов людей. Ну просто нельзя. Вот если бы сейчас советские люди продолжали бы сотый раз подлатывать Жигули. И, кстати, тоже, естественно, изобретенные не в СССР, а в Италии, ФИАТ подлатывать Жигули. И мечтали бы о коврике из Вольво. О коврике. Я не про все Вольво говорю. О коврике. Или от бампера, поддержанного Мерседеса. Тогда бы Запад мог говорить, что вот, не надо хамить, не надо мельдони, не надо отнимать чужие территории и прочее, прочее. А так, ну, когда все вы накачали, все есть. Ну, понимаешь, вот Ельцин, выступление Ельцин, по-моему, 92-й, 93-й, 92-й год в Конгрессе США. Стоит высокий, очень, ну, при том, что очень такой мужикастый, да, но очень достойно выглядящий человек. С ростом, с тембром, с прической, с лицом, с очень естественными жестами, органичными жестами. Он импонирует, даже простым, в общем, образом, и людям, и конгрессменам, как простой человек, он импонирует. И они ему поверили. Он блестящую речь сказал о том, что, да, был кошмарный совок. И теперь народ России встал на путь исправления и прочее, прочее. И, ну, я бы, как наивный, родившийся в прекрасной стране и в богатой стране депутат, я бы тоже поверил, по глупости, может быть, да. А верить было нельзя, хотя Ельцин был очень искренний. Ельцин был совершенно там искренний. Потому что здесь нужно было действовать гораздо аналитичнее, жестче и прочее, прочее. То есть, да, проводить реформы, да, давать еду, чтобы, так сказать, не бунтовали, но не дарить сразу все без всяких, так сказать, без контроля. Такие подарки без контроля неблагодарным людям. И вот в итоге, то, кстати, ну, Ельцин предупреждал, что если не допровести реформы, то вернется кошмарный строй советский. Но он-то предупреждал все-таки с намеком, что дайте нам деньги, дайте гранты, чтобы мы провели реформы, да, и ему дали. А он не предупреждал, как блестяще говорил Козырев, вот Козырев умница, конечно, министр иностранных дел при Ельцине несколько лет. Он предупреждал, что можно вернуться. И его не послушали. То есть во время речи испугались, там они в ужасе были от того, что переводчик им, сурдопереводчик говорил, не сурда, а этот онлайн-переводчик говорил, синхронист. Но как-то очень быстро отошли. А Козырев блестящим сказал, что, в общем-то, может вернуться. И сейчас уже неким образом поздно, сейчас надо заново пройти, ну, конечно, быстрее, все уже не совок, все развалится быстрее. Но заново пройти этот цикл, не от совка. А так можно было бы действовать разумнее и сдержать все раньше и, так сказать, правильно делать. Давай дальше.